Сегодня мы поговорим о робототехнике на основе микроконтроллера Ардуино. Направление образовательной робототехники сейчас очень популярно и в качестве элементной базы, то есть основы для конструирования, очень удобно использовать микроконтроллер, который называется Ардуино. И сейчас мы немного поговорим о том, что это такое. Микроконтроллер, иначе называют платой Ардуино. Это маленький компьютер со своим маленьким процессором, со своей маленькой внутренней памятью, со своим вычислительным блоком. К нему можно подключать дополнительные устройства, ввода, вывода. Для него можно писать программы, и эти программы могут выполняться автономно на основе этого микроконтроллера. Это будет маленькое самостоятельное роботизированное устройство. Таких плат существует огромное множество. Называться платой Ардуино имеет право только плата производства Италии, поскольку фирме этой принадлежит товарный знак. Но существуют также и копии или клоны такой платы, которые также можно использовать с успехом в робототехнике. Они выполняют эту задачу, те же самые задачи, с таким же, собственно, успехом. Самым распространенным форм-фактором платы Ардуино является плата Ардуино Уно R3. Это самый распространенный вид, который очень часто используется в образовательной робототехнике. Кроме платы Уно, существуют также и другие виды плат Ардуино Мега, Ардуино Леонардо. Есть также уменьшенные копии этих плат, которые называются Ардуино Мини или Ардуино Микро, которые больше подходят для проектов маленьких устройств, где требуется, чтобы размеры устройства были мелкими, и чтобы они умещались в какие-то небольшие размеры. Существует также разновидность платы Ардуино, которая называется Ардуино Лилипад. Ее используют в проектах умной одежды или для разработки и создания умных носимых устройств. Итак, кроме платы Ардуино Уно, мы можем встретить аналоги и клоны. Плата Ардуино является свободным аппаратным обеспечением, и поэтому ее строение не засекречено производителем, оно является открытым. Поэтому любой производитель может использовать вот эту схему, по которой эта плата создается, и выпустить подобную плату, но под своим брендом. Поэтому мы можем встретить разнообразные платы просто под названием Уно, под названием Фри Дуина, Си Дуина и так далее. Все эти платы, повторюсь, работают аналогично и могут использоваться в проектах по образовательной робототехнике. Теперь мы рассмотрим более подробно строение этой платы Ардуино Уно. У этой платы имеется ряд контактов, которые постоянно используются, поэтому нужно знать, зачем они предусмотрены. Один из контактов – это USB-порт для подключения платы проводом к компьютеру и для загрузки программ в дальнейшем. То есть через этот порт специальным проводом плата подключается к компьютеру и через нее получает загружаемую программу. Кроме того, на плате есть специальный порт для подключения внешнего питания. Это может быть батарейный отсек из четырех или шести батареек. Это может быть подключение батарейки типа крона, либо это может быть какой-то аккумулятор. Существует также несколько видов портов на плате Ардуино. Рассмотрим их более подробно. В первую очередь необходимо обратить внимание на ряд портов, расположенных внизу. Это так называемые порты, связанные с питанием. Плата Ардуино имеет электрическую, ее нужно питать от электричества, и она сама является источником питания для подключаемых устройств. Поэтому здесь есть контакты, которые и носят название 5 вольт, либо 3,3 вольта. Это означает, что для устройств, требующих питание 5 вольт, мы будем использовать этот контакт. Для некоторых устройств, например, датчиков, 5 вольт бывает слишком много, мы будем использовать 3,3 вольта. Также на этой плате существуют контакты, которые называются сокращенно английскими буквами GND, от английского слова ground. Такие контакты есть два на нижнем краю платы, и еще один такой же контакт на верхнем краю. Контакты GND, сокращенно от слова ground, земля, это контакт минус. То есть если мы вспомним физику электрические цепи, у каждой электрической цепи есть плюс и есть минус. Поэтому если мы говорим о контакте плюс или о подаче напряжения, используется 5 вольт. Если мы говорим о контакте минус, то используются контакты GND или ground, или иначе минус. Далее, на плате существует ряд контактов, расположенных на верхнем краю. Эти контакты пронумерованы цифрами 0, 1, 2, 3 и так далее до 13. Контакты на плате принято называть пины или порты. Поэтому очень часто мы слышим такие фразы «подключить датчик к пину номер 5» или к порту номер 5. Это вот контакты, которые расположены, например, на верхнем краю платы. Эти контакты являются цифровыми, digital, и часто на схемах они обозначаются буквой D. Это означает, что эти контакты могут работать на вход или на выход в цифровом формате. Цифровой формат означает, что контакты принимают или подают сигналы в двоичной системе либо 1, либо 0, либо контакт подает сигнал, либо он выключен. 0 или 1, да или нет. Логический тип данных. Кроме этого, некоторые из цифровых контактов помечены специальным значком, так называемый значок тильда. Такие контакты называются шим-порты или шим-контакты. Шим – это сокращение от длинной фразы широтно-импульсная модуляция. Это означает, что контакты, отмеченные значком тильда, могут не только подавать сигналы типа 0 и 1, но также могут подавать некоторый разброс сигналов в диапазоне от 0 до 255. То есть они не вполне цифровые, они могут работать немножко, как аналоговые порты. И третья группа портов – это группа портов, помеченных буквой А. Они называются А0, А1, А2 и так далее до А5. Таких контактов на этой плате шесть. Они обозначены буквой А, что означает аналоговые контакты. Аналог здесь даже подписан на плате. Аналоговые контакты, как правило, предназначены для подключения датчиков. Датчики передают целый диапазон сигналов. Очень часто датчики температуры, влажности, света, они передают разнообразный разброс значений. Поэтому подключаются они к аналоговым портам. Такие порты могут воспринимать и принимают значения в диапазоне от 0 до 1023. 0 до 1023 всего получается 1024 значения. Это 2 в десятой степени. То есть если мы имеем дело с цифровыми пинами, мы говорим о пинах от 0 до 13. Если мы говорим об аналоговых пинах, мы говорим о пинах от А0 до А5. На следующем слайде мы увидим всю эту же информацию, сгруппированную. Еще раз повторим. Цифровые порты от 0 до 13. Они дают два значения. Да, нет. Высокий, низкий. Включено, выключено. На языках программирования принято употреблять команду low и high. Low – низкий, high – высокий. Некоторые из портов с номерами 3, 5, 6, 9, 10, 11 помеченные тильды – это шим-порты. Порты, поддерживающие широтно-импульсную модуляцию. Они воспринимают значения или подают значения от 0 до 255. Всего 256 значений. И также мы имеем аналоговые порты, о которых мы уже поговорили. Не стоит забывать об очень важных портах. 5 вольт и GND – это контакт плюс и контакт минус. Программирование для Ардуино весьма разнообразно. Существует, можно сказать, взрослое программирование и детское, либо школьное программирование. У платы Ардуино существует своя собственная текстовая среда программирования, которая называется Ардуино EDE. Эта среда текстовая поддерживает язык C++. Это одна из вариаций языка C++ используется в этой среде. Если на Ардуино начинают программировать школьники, либо неподготовленные пользователи, то можно использовать специальный плагин, который называется ArduBlock. Он похож на Scratch. Он специально устанавливается в эту среду и является помощником для того, чтобы сделать программу с использованием вначале визуальных блоков, а затем сам переводит эти блоки на текстовый язык и загружает в плату. Это гораздо легче, если пользователь неподготовленный, либо когда мы ведем речь о школьниках, неподготовленных пользователях. Кроме того, программировать на плату Ардуино EDE для платы Ардуино можно с использованием программы M-блок, который является разновидностью программы Scratch, очень известной среды программирования для младших школьников, которая дополнена специальными блоками для программирования Ардуино. Она имеет название M-блок. Эта среда также подходит для программирования и некоторых других видов роботов. Существуют и другие программы, например, Scratch for Arduino. Сейчас она несколько устарела и уходит. Есть среда Snap for Arduino и многие другие. Все это разнообразные средства программирования для того, чтобы удобно было написать программу для платы Ардуино. Сама среда Ардуино выглядит вот таким образом. Здесь мы видим пример кода, очень упрощенный. Мы видим только основные части этой программы. Среду Ардуино и ДЕ можно скачать на официальном сайте Arduino CC. Кроме того, что она на текстовом языке позволяет программировать, она содержит набор примеров для самых характерных типовых элементов, подключаемых к этой плате. Для загрузки программы используется кнопочка «Загрузить». Здесь можно разобраться. Очень много информации для помощи программисту либо обучающемуся можно найти в сети интернет. Для подключения платы к компьютеру нужно обязательно установить соединение между платой и компьютером. Поэтому нужно будет выполнить некоторые действия. Подключить плату проводом. Затем при подключении создается у компьютера специальный КОМ-порт. Нужно знать номер этого КОМ-порта. Чтобы уточнить номер, можно зайти в диспетчер устройств и мы увидим в пункте порты КОМ и ЛПТ подключенную плату. И в скобках мы увидим номер КОМ-порта, к которому плата подключена. Но нужно его запомнить и в дальнейшем в программе потребуется указать номер этого КОМ-порта. Если рассмотреть этот процесс на скриншотах, то мы увидим это вот таким образом. В диспетчере устройств мы увидим подключенную плату. Она может называться Ардуино, либо если это клон или подобие, аналог этой платы, он может называться CH340. Но в любом случае мы увидим номер порта. Затем при подключении к программе Ардуино мы выберем в списке портов необходимый нам порт. В этом случае соединение с платы будет установлено. Теперь немного о структуре программы в среде Ардуино и ДЕ. Эта же структура обычно выдерживается и в остальных программах. Но здесь следует только отметить, что программа обычно содержит два основных составных элемента. Это первая часть программы, во-ид-сетап, она выполняется один раз. Здесь идут начальные значения, подключение библиотек, присвоение начальных данных и так далее. И есть вторая часть программы, во-ид-луп, которая выполняется бесконечно. То есть в сущности сама программа пишется вот в этой части, во-ид-луп. Это бесконечный цикл. Это пример плагина, который можно использовать для среды Ардуино и ДЕ, для того, чтобы облегчить основы работы. Вы видите, что здесь в этом случае программа собрана из блоков, очень напоминающих Scratch. Но, тем не менее, она выглядит почти как профессиональная программа. И затем этот плагин самостоятельно переводит эту программу на текстовый язык. То есть школьнику или студенту гораздо легче понять структуру и смысл программы. Эта программа также написана на плагине АрдуБлог. Несколько слов о том, какими возможностями обладает программа М-блог. Вы видите, что по первому впечатлению она очень похожа на среду Scratch. Однако, вот в этом режиме мы видим, что собранная программа для платы Ардуино, мы видим ее собрана в виде Scratch-подобном виде. А вот в этом боковом окне мы видим сразу, как программа, собранная из блоков, превращается в текстовый вид. И вот в таком текстовом виде она и будет загружаться и затем выполняться в плате Ардуино при нажатии кнопочки Upload. Кроме этой платы Ардуино, М-блог поддержит также некоторые другие виды роботов. Это еще одна программа Scratch for Arduino. Вы видите, она также очень похожа на Scratch. Это среда разработки фрицинг. Очень много нужно обращать внимание правильности сборки схем, потому что к плате подключаются разнообразные элементы. Для того, чтобы правильно их подключить, нужно нарисовать схему. А если студент или школьник сделал схему, нужно запомнить, как он ее собрал. Для того, чтобы зарисовать полученную схему, мы можем использовать среду разработки фрицинг. Это графический редактор для того, чтобы эти схемы удобно было нарисовать, а затем в виде картинки сохранить или кому-то показать. Есть также онлайн-среда Tinkercad, которая позволяет, кроме того, что здесь можно изучить основные блоки, которые подключаются к Ардуино Оно, Эта онлайн-среда позволяет организовать занятия по робототехнике без наличия оборудования. Если у вас еще пока нет платы Ардуино, но хочется с ней познакомиться и хочется изучить, а как она работает, то можно это сделать в онлайновой среде Tinkercad, где вы можете точно так же, как очень похоже на предыдущую среду, собрать схему из каких-то элементов, затем написать для нее программу, а затем запустить симуляцию. И вы увидите, что здесь, в этой электронной среде, как будто зажглись лампочки, как будто закрутились моторчики. То есть мы увидим то же самое, что происходит в реальном мире, но только в виртуальной среде. Ну, пожалуй, на этом, наверное, мы сегодня закончим. Вы видите, что плата Ардуино, она весьма удобна для программирования, и для нее существует очень много подходящих для разного возраста сред программирования, которые позволяют начать или продолжить обучение робототехнике для разных возрастов обучающихся. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.